Программа «Аренда за рубль» 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 Сейчас готовится презентация, оформляется земельный участок, который был уже без проблем, это где-то был сдан в аренду. Если у кого-то будет интерес сделать из этого объекта не промышленный комплекс, а что-то другое, то при создании проекта, естественно, это возможно. То есть проектировщик определит, что можно сделать еще из него, до что его можно приспособить. Но, конечно, это будут очень большие вложения. И часто задают вопрос, что можно делать с объектом культурного наследия. И обращения какие к нам поступают, и просто устно спрашивают, и также ваши коллеги спрашивают. Я всем говорю, практически закон с объектом культурного наследия позволяет сделать все, что вы пожелаете при наличии финансовых средств, за исключением одного. Это разрушить этот объект. Соответственно, есть требования законодательства, которые четко определили, чего в объекте быть не может. Это не может быть различных производств и направлений деятельности, которые приводят к динамическому воздействию на объект, к хранению там вредных веществ, ну то есть того, что повлияет негативно на объект культурного наследия. Все остальное там быть может, и хорошие примеры той же промышленной архитектуры есть в городе Москва, где мы видим, что из бывших трамвайных депо, заводов, фабрик делают совершенно прекрасные современные и торговые комплексы, и рестораны, и место средоточения, и общения людей, куда приходит та же молодежь, собираются, проводят там различные мероприятия, поэтому хотелось бы, чтобы у нас в Саратове изменилось отношение к объектам культурного наследия, прежде всего в голове, что это не страшный зверь, который создает одни проблемы, потому что проблемы, они, как правило, как раз не в объектах, а в головах. Благодаря поддержке спикера Государственной Думы у нас получился такой прорыв. Наконец-то мы начнем работу, активную именно, активную работу со списком выявленных объектов. Мы с вами об этом неоднократно уже говорили, что есть несколько проблематика. Очень большое количество выявленных объектов культурного наследия, которые еще с прошлого, с 90-х годов прошлого века по тому законодательству были выявлены, но по тем или иным причинам не успели по ним провести мероприятие по включению либо исключению из этого списка. Изменение 73-й закон, который внес, он предусмотрел наличие только историко-культурной экспертизы для принятия решения по данным объектам. Вот сейчас такие средства будут направлены на проведение этой экспертизы. Мы уже проработали список объектов, которые в первую очередь, по которым будет проведена такая экспертиза. Это более 100 объектов. И к концу года мы планируем, что по более 100 объектам из списка выявленных будет принято решение то или иное включение, либо необоснованности включения, если такие объекты там будут находиться. И на территории нашего региона, соответственно, появятся новые объекты культурного наследия. Это большая работа, которая вовлечет за собой впоследствии еще большую работу. Это установление предметов охраны, границ территории этих объектов и, наконец-то, разработка проектов зон охраны на данные объекты. Я понимаю, что есть специалисты, и они должны принимать решения. Но мы должны общаться с вами, с людьми. Мы до этого говорили о чем? О том, что объекты культурного наследия мы сохраняем для потомков, а не просто ради самих себя или самих объектов. Соответственно, без учета мнения общественности мы обойтись не можем. Но мнение общественности, оно очень разнополярное. Я не помню, кто-то из великих сказал, что общественное мнение – это не маяк, это блуждающие огни. А должен быть еще и маяк. То есть это профессиональное сообщество, есть государственные органы в той или иной сфере деятельности. Поэтому наша задача – собрать вот эти все маячки, светлячки, собрать из них единое целое, проанализировав, и сделать из этого маяк. И выделить то зерно и сказать, вот, то, к чему мы будем двигаться. Мы с вами обсуждали, я уже неоднократно про кинотеатр «Пионер» отвечал, да, и задавал вопросы, где вы видите там костел, да. То есть этот вопрос обсуждался с профессиональным сообществом неоднократно, и эксперты, и все дали один и тот же однозначный ответ. То, что это кому-то не понравилось, ну, давайте так, мы все-таки в правовом государстве живем, есть норма права, есть профессиональная точка зрения, и есть точка зрения, скажем так, блогера или вообще общественности. Но иногда люди оценивают и дают оценку той или иной ситуации с позицией своих эмоциональных каких-то качеств. И никак это не связано ни с нормой права, ни с законом, ни с профессионализмом. Они имеют на это право, но для этого существуют специалисты, профессионалы и, в конце концов, государственные служащие, которые должны это услышать, понять, насколько это правильно или неправильно, и принять известное решение. Если то, о чем говорят блогеры и общественность, действительно имеет место быть и нужно отреагировать на это, отреагировать. Если это замечание неправомочное, неправомерное, просто эмоциональное, разъяснить им, что, уважаемые, вот здесь, здесь вы ошибаетесь. Да, мы услышали ваше мнение, но это мнение не соответствует... Иногда высказывается мнение, не соответствующее вообще законодательству. Мы разве можем этому следовать мнению? Конечно же, нет. Те работы, которые были выполнены, вот в основном всем не нравится не только, скажем так, серый цвет, а вот тот контраст белых дверей и окон, которые все считают пластиком, на самом деле это не пластик, на самом деле это алюминий. И если бы вы не покрасили в белый цвет, вот этих бы разговоров в большинстве случаев не было, потому что сейчас, почему вот этот серый цвет кажется угрюмым? Просто на фоне вот этих вот белых рам. И сейчас ищется решение, каким образом можно изменить ситуацию, да, именно по цвету цирка. Но у меня буквально на той неделе поступило письмо, обращение, вот в связи с тем, что мы это обсуждаем, очень коротенькое, на страничку, рукописным текстом, где один человек предлагает, говорит, я готов поучаствовать сам лично в покраске цирка и предлагаю покрасить его в цвета радуги. Ну, то есть это реально, это вот реально поступившее предложение. Оно было мне, соответственно, отписано на исполнение, чтобы я дал по нему комментарии эти. Ну, как вы думаете, какие комментарии я могу дать, да? Вот предложения есть и такие. И сейчас вопрос даже не в цветах радуги. Можно в горошек условно покрасить предложение, в цветочек, но мы должны понимать, что это объект культурного наследия, и подходить мы к нему можем только с точки зрения закона. Если, скажем, есть вопросы именно к оттенку, чуть светлее, да, как там, у нас модно, 50 оттенков серого, то есть оттенков может быть много, но специалисты должны определить, и эксперты, какой должен быть исторический цвет этого здания. И вот когда они это определят, то есть эти работы нужно будет провести. И в том числе, как должна быть сделана, какая должна быть штукатурка. Поэтому нравится цвет, не нравится цвет, понятно все. Мы это опять-таки услышали. Но мы не говорим, что мы будем принимать вот такие заявления, как давайте его разукрасим, пусть он будет веселенький. Нет, мы услышали, что людям не нравится этот цвет. Мы эту ситуацию проанализировали. В проектном решении у нас есть светло-серые тона, соответственно, мы определим, какие тона могут быть там применимы. Тогда уже будет принято решение именно технологически, как это сделать.